Ну что, друзья, начинается наше долгожданное путешествие по кэш-играм в Лас-Вегасе, и не только в Лас-Вегасе. Я начал вести свой блог благодаря тому, что увидел, как парни разрывают кэш, пишут блоги и выигрывают кучу денег. Серьезно хотелось испытать этот путь, поэтому у нас сегодня наш первое казино, мой любимый ВИН. Здесь мы будем играть 5-10 для разминки, и посмотрим, что будет дальше. Сегодня пятница, и это должна быть неплохая игра. Let's go! Игра в ВИНИ начинается с must-move table. Это тот стол, на котором люди обязаны будут в свою очередь пересесть за главную игру. Соответственно, в порядке того, как все присаживались на этот стол, их пересаживают по мере поступления мест за главную игру. И очень часто must-move game очень прекрасная, как в данный момент. За столом много любителей. Я сразу же залетаю с малого блайнда с двумя шестерками и ловлю сет на доске 10-7-6. Доска такая очень динамичная. Против нас трое игроков. Мы без позы. Никак не хотим увидеть check-around. Поэтому играем сами лид за треть. Получаем колл на батоне от самого веселого игрока за столом. Его зовут Карлос. По терну приходит интересная карта. Валет. Которая открывает второе флэш-дро. И думаю, что нам обязательно ставить еще раз. Потому что сейчас уже поехали кучу выполнительных дро. И наш оппонент, видно, не склонен выбрасывать. Поэтому я ставлю еще один крупный бет. 300 долларов. Это примерно 80% пота. Как мы видим, он на вес отсчитывает колл. Это чаще слабость. Мы очень довольны этому результату. Ревир приходит очень плохая карта. Четверка, которая закрывает флэш-лопа. И здесь надо ставить. Но, конечно же, на агрессию, скорее всего, мы будем выбрасывать. От такого плана оппонента. Поэтому я выбираю поставить небольшой бет в районе 20% пота. Но получаю моментальный пас. И это прекрасно. Ну, игра реально очень крутая. Вот, например, раздачка. Страдл. Один из любителей лимб на МП. Наш любимый Карлос лимб. Еще раз. У нас 9-10. Одномастные на бат. И мы изолейт 100. Кол-кол. Доска абсолютно мимо. Валет 3-4. Флэш не мой. Я ставлю 70 долларов и забираю банк. Без боли. Продолжаем сражаться с Карлосом. Он в зале комплите ЛСБ. Мы на Большом Ланде. Король 6. О, чек. Вышел интересный борт. Тукс. Дама. Мелкая. У нас бэкдорный флэш. По королю. Мы бет. Там кол. Терн. Король. Отличная карта. Можно чекать. Можно ставить. Я решил выбрать чек. Ривер Тукс. Он чекнул. Ну, здесь уже время для ставки. Я поставил плотненько 80 долларов. И получил кол. И Карлос почему-то очень... Я ему понравился. И он решил мне показывать свою каждую руку, которую он сыграл. И он показал мне в конце даму 8. То есть я его перекупил. Что очень приятно. Так, вот и пересадили меня с must-move table на основной. Сюда сначала пересадили Карлоса. И потом у меня был выбор, куда пойти. И я решил не оставлять своего друга одного. Поэтому я выбрал этот стол. Сразу же открыл туз всем одномастный на хайджейке. Получил кол от баттона. Такой индус. Но как будто бы понимающий. Вышел борт туз валет 6. Радуга. Чек-чек. Терн четверка. Здесь можно ставить, можно чекать. Я решил поставить. Крупный сайз. После того, как мы чекали флоп. Близко к банку. Он играет кол. И ривер восьмерка. Я ставлю 2 третьих. И получаю довольно-таки быстрый рейс. Небольшого размера. Если честно, такая очень неприятная ситуация. Потому что оппонент мало чего изображает. Но при этом не блефово совершенно выглядит. И сайзинг, и ситуация. И в то же время, что я не капнут. Не должен быть, по крайней мере, в его глазах. В общем, я решил сдастся здесь. Хотя у меня вроде неплохая рука для кола. Не знаю. А что думаете? Буквально через раздачу сдали 2 валетов. И на страдле был чувак с огромным количеством фишек. Видно, что он ранил ход. Выигрывал все раздачи. У него было около 10 тысяч стеки. Он заколен. Вышел интересный борт. 8-9 флэш-дро и тройка. Я поставил чуть больше полпота. И получил чек-рейс. У меня есть валет бубей. Не скажу, что супер приятная ситуация. Но и не супер плохая. Мы играем кол. На пятерну приходит пятерка. Которая открывает второе флэш-дро. И мы получаем плотный бет. Здесь, честно говоря, уже ситуация совсем не радужная. Потому что мы блочим его основные блефы на валет 10. Это такая самая легкая рука, с которой можно блефовать. И 6-7, которые закрылись по терну. Плюс у его блефов очень много эквити против нас. Ни одного хорошего ривера для нас нет. Кроме как, наверное, тройка или пятерка. Ну или валет. Поэтому я решил расстаться со своей рукой прямо сейчас. И не ввязываться в пограничную ситуацию против неизвестного оппонента. Ну что, сессия идет неплохо. Мастмув, как всегда, был просто огонь. Сейчас меня присадили за главный стол. И я проиграл вот эти две дурацкие раздачи. Я, честно, в первый хотел заколить, посмотреть. Но все-таки думаю, что люди так не блефуют. Во второй просто ужасная рука. И ситуация, и терн ужасный. Я раздался. Не стал больше денег там проигрывать. Но мне как раз принесли еду, и я решил, что это хороший момент, чтобы взять паузу и перекусить на улочке. Здесь уже готовятся к вечеринке, к баре. Так что у меня немного времени, пока тут тихо. Все приятного. Смотрелся я по сторонам. Карлос отдал все свои фишки и сказал, что пошел заниматься любовью и вкусно есть. И стол мне моментально разонравился. Со всеми этими чекрейзами и рейзами риверов. И я пересел за соседний столик. В этот день было два главных стола. И можно было менять место, если оно свободно. Мне повезло. Я быстро поменял свой сит. И этот стол выглядит намного приятнее. Потому что здесь много полулюбителей. И остальные такие пассивные игроки. Тех, кто оказывает сопротивление, практически нет. И за таким столом всегда очень приятно играть. Вот интересная раздача. Сразу мы открыли 5-6 из ранней одномастной. Один из суперлюбителей подколил наш рейс на Баттоне. Вышел борт, в который мы совершенно не попали. Это Туз Дама 2, Радуга. Котов тоже сыграл кол. И я решил просто сыграть чек. Не вкладывать больше денег в этот банк. Но по терну пришла отличная карта. Это король, который открыл мне флэш-дро. Я решил сразу начинать атаковать в этот ранаут. Поставил пот. Оппонент заплатил. И по риверу спарился Туз. Отличная карта, потому что у моего оппонента практически никогда нету Туза и Стрита. И если у него даже есть какая-то пара, ему очень тяжело. Но когда я поставил пот бета, он моментально выкинул. Что означает, что у него были просто какие-то дро. А это тот парень, который не выкидывает ни один гадшот, ни на какую ставку. Еще одна раздача, которая подтверждает пассивность игры. Я открыл Туз Даму. Получил пару колов. В том числе от компетентного, единственного игрока за столом. Доска 7-3-2. Флэш-дро. У меня нет мастей. Я чек. Один из колеров чек. И игрок в позиции решил поставить сюда 40%. Но у меня легкий чек-кол. Терн-король. Мы сыграли чек-чек. Ривер десятка. Подумал, что у меня слишком сильное для блефа. Играю чек. Если бы он поставил, можно было бы задуматься над чек-рейзом. Но он играет чек-бехайнд. Я переворачиваю Туз Даму и забираю этот банк. Так как на ББ сидит суперлюбитель, я залез чуть пошире под рейс из ранней от такого, не сказать, что тайтового игрока, но понимающего с король валет разномастными. Это спорное действие, но так как на ББ суперлюбитель, я думаю, что окей. И за спиной нету сквизеров активных. Вышел борт Дама 10-6, флэш-дроу. У меня нет мастей. И рейзер сразу сюда плотную тапку ставит в районе 2-3. Но у нас пока легкий кол. Любитель тоже кол на флопе. Потерну приходит Дама, и рейзер играет чек. Здесь интересная ситуация. Хотим ли мы блефовать нашу руку? Скорее нет, чем да. То есть хотя бы, чтобы у нас была масть, и мы могли продолжать во флэш-комплитеры. И плюс любитель часто не сдастся. Игрок, который рейзил из УТГ, мог затеять какой-то чек-рейс, и для нас это будет катастрофа. Ну плюс такая пассивная игра, что не хочется много денег вгружать в блефы, а хочется по возможности разыгрывать более осторожные банки и собирать денег с любителей. Поэтому я выбрал чек-бехайнд. И по риверу, к сожалению, пришел полный бланк, и рейзер поставил около двух банков. Ну для нас легкий пасс, понятное дело. И в эти моменты, конечно, всегда хочется, чтобы у тебя была какая-то заслоуплейная дама в этой раздаче. Но, к сожалению, у тебя всего лишь король хай. Стол хороший, можно чуть лузове открываться. Валет 10 разный из ранней изи-опен, супер любительный СБ-кол. Вышел отличный для меня борт 10-3-4, радуга. И я уже видел, как этот парнишка просто чек-колил две бэкдорные карты на флопе даже без оверкард. То есть он откалывал 9 хай на доске 10 хай в надежде поймать какие-то бэкдоры. Поэтому я ставлю на флопе полпота, давая ему возможность эту сделать. И когда по терну приходит отличная карта девятка, я понимаю, что она часто усилила его бэкдорный диапазон чек-кола на флопе. И ставлю полный банк по терну 140 в банк 140. И получаю довольно-таки быстрый кол, что не может не радовать. По риверу приходит не очень хорошая карта туз. Ну она не очень хорошая с точки зрения того, что я не могу больше вылюбетить. Но у меня все еще очень часто лучшая рука. Я радостно чекаю бэхайнд и выигрываю против 9-5 бэй, которые как раз и чек-колили флоп в надежде поймать какой-то бэкдор. Получилось идеально. МП рейс, любитель кол, баттон рек кол. Я на СБ поднял король даму разные. Можно иногда посквизить, но вот не чувствовал я слабоватая рука для сквизера. Поэтому решил сыграть просто кол. Вышел борт, в который мы совершенно не попали. 8-8-6 флэш-дро. Все прочекали. Терн дама. Хорошая карта. Куча дров на доске. Игра довольно-таки прозрачная, поэтому не вижу смысла не ставить. Поставил ставку в районе трех четвертей банка. И получил небольшой рейс от того самого пассивного любителя. Ну, самый простой пас на свете. Ну и он мне, конечно же, продемонстрировал. Мне сегодня все показывают карты. И он показал восьмерку. То есть сделал на душе тепло. Здесь я отрибетнул стус валет разномастными против активного игрока, под кого заходили с король валет. Такое нечастое действие, но по рандомайзеру зашло. Вышел отличный борт у нас над СВФД. Он часто промазал. Мы ставим очень мелко. И он делает ожидаемый чек-рейс. Ну, опять-таки, прекрасный спот. Он может блефовать. У него может быть разномастный какой-нибудь король дама с крестой, который он так играет. И по доездам он нам очень много проиграет. Плюс мы можем просто его закулерить, когда у него готовый флэш. Легкий кол. Потерну приходит волшебная карта. Мы ловим свой флэш. Он играет чек. И здесь интересный момент. Сколько мы хотим ставить. Я думаю, что с учетом того, что у нас над сильно мелочиться, мы не хотим. Но и сильно крупно тоже не хотим ставить, чтобы он не выкидывал свои какие-то руки, которые не имеют аутов против нас на победу. Но при этом которые могут заплатить и терный ривер. Такие как мелкий флэш или сет. Хотя сет имеет против нас ауты. И сет, скорее всего, не фолдит ни на какой бет. В общем, я выбрал Пол Потта, что может быть много, потому что он довольно-таки быстро сфолдил. Ну, возможно, он просто был пустой. Так, к нам в игру подсадили на большом бланде интересного персонажа. С виду такой любитель. И Баттон, такой азиатский рек, который с девушкой со своей сидит все время. Делает рейс. У меня дома 10 разные на СБ. Неплохая ситуация, чтобы зайти колом. Выходит интересный борт. Дама. Валет 2. Любительный БП пас сыграл. И он здесь сразу на флопе ставит какой-то несуразный сайз в 20 долларов. Что совершенно недопустимо для такого борта. Мне очень становится легко играть. И я уже понимаю, что он, скорее всего, не совсем понимает, как он должен разыгрывать здесь свой рейндж. В общем, легкий кол. Терн 6. Он в этот раз набирает чуть больше фишек. И ставит ставку 80 в банк 110. Ну, опять-таки, легкий кол. И ривер 5. Он долго думает. И ставит 400 в банк 300. Ну, конечно, выглядит страшно. Но потому, как была сыграна рука. И потому, что он выбирал не те сайзы на предыдущих улицах. У меня легкий, легчайший кол по риверу. Я его делаю. И он показывает 9-4 бобей. То есть, просто ничего. И сам себя загнал в ловушку, начиная с лопа. В ситуации, где должен быть полярен. Что забавно, что... Ну, я и так знал, что буду его колировать очень быстро. Но так, естественно, взял несколько секунд на ривере на размышления. И посмотрел на его девчонку. А она, видимо, видела его карты. И такая спряталась сразу за него. Не знаю, как бы, связано ли это или нет. Но, возможно, она ему проигрывает много денег. Потому что, если она так каждый раз плячется, когда он блефует, то я бы на его месте не блефовал. Или бы оставил ее дома. Так, друзья, у меня для вас отличные новости. Что международная платежная система Luxon теперь в СНГ. Luxon Pay – это официальный кошелек для депозитов и выводов. Который поддерживается 17-ю румами. Пополнять и выводить Luxon. Теперь можно с банковских карт СНГ или же криптовалютой. Все подробности ищите в описании. Luxon Pay – депозиты, выводы и переводы в покер-румах. Luxon. Бэби, как тебе сегодняшний выпуск? Супер, как всегда. Тебе понравилось, как я в кэш играю? Да, Санна? Да. Окей. Да, друзья, ролик поделим в этот раз на две части. Так что через пару дней вас ждет продолжение. Если вы все еще не подписаны на канал, сделайте это. Поставьте лайк этому видео. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok